Привет! С вами Sawyer, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше, и сегодня у нас новая рубрика Sawyer Open Source. Давно обещал запустить такую. Что это такое? Далее. Open Source это значит, что все проекты в этой рубрике будут у меня на GitHub аккаунте, и там можно их посмотреть, пощупать и поучаствовать. Я буду делать небольшие пэт-проекты, выкладывать у себя на GitHub, а на канале рассказывать о цикле их разработки. Все, начиная с архитектуры, проектирования, реализации, код, рефакторинг и так далее. Код будет прямо такой, знаете, который можно хорошенько порефакторить, хорошенько покопаться, понять, что плохо, что хорошо. В общем, все как в жизни. Делаем как можно быстрее, потом это все улучшаем и готовим к новым стадиям и продвигаем проект в жизнь. Сегодня я анонсирую первый проект, который я назвал OBS Overlay. Это, в общем-то, прослойка, которая через браузер, через плагин браузера в OBS накладывает на картинку какие-то информационные сообщения, графику и тому подобное. Давайте я покажу, будет, наверное, понятнее. Вот сейчас смотрите, например, мне нужно вывести какой-то комментарий на экран. Я захожу в свое веб-приложение, которое отвечает за управление оверлеем, нажимаю выбранный комментарий и он появляется на экране, вот здесь. Дальше. Если мне нужен не комментарий, да, ну, например, что-то другое. У меня сейчас есть еще одна возможность, так называемые low third, то есть сообщения, которые также появляются внизу, но служат для того, чтобы, например, показать контакты. Вот у меня есть контакт Twitter, на который вы можете все подписаться, и пять вариантов его отображения. Первый вариант более-менее такой симпатичный, все остальные я пока еще не доработал, но как раз это вот задача для open source. Каждый может не только делать что-то новое, но и рефакторить уже существующее. То есть это удобно как для стримеров, так и для записи видео, когда вы можете подготовить необходимые сообщения и выводить их на экран. И вот сегодня я хочу поговорить про архитектуру, первый такой вводный стрим. Во втором стриме посмотреть на код, и в третьем поговорить уже, как можно конкретно модифицировать, изменять и предлагать свои pull requests на GitHub. То есть все, что касается вот этой open source разработки. И дальше этот проект будет сопровождаться в течение года, мы будем о нем еще много раз разговаривать. Я планирую делать стримы, планирую делать гостей приглашать, который разбирается в тех или иных методиках, методологиях разработки и аспектах разработки, и это все обсуждать. Проектов будет больше, у меня сейчас есть три в сумме проекта вместе с этим на примете. В общем, вот такая инициатива, абсолютно добровольная. Давно говорили, что было бы неплохо что-то разрабатывать совместно, обсуждать и так далее. Вот давайте попробуем это сделать. По крайней мере, мне кажется, это будет интересно. Ну а теперь давайте поговорим про архитектуру. Я сегодня расскажу вам на уровне системного дизайна, то есть на уровне всей системы и на уровне контейнерной декомпозиции по интересующим нам аспектрам. То есть это будет неподробное документирование нашей архитектуры, и вот в таких подпроектах, наверное, подробного документирования делать и не надо. То есть вот такое как раз обзорное для того, чтобы понять и определить направление написания кода, оно полезно. И этот проект можно, архитектурный на виду проект, уточнять по мере необходимости. Ну давайте по лучшим традициям возьмем за основу модель C4 и подпишем нашу диаграмму. Назовем ее OBS Overlay. И ну давайте это будет у нас System Container. Вообще в C4 это две отдельные, два отдельных уровня, но это как бы простительно нам, то что мы это объединяем, потому что у нас в общем-то не совсем честное проектирование, и в нашем случае это такое отступление, которое, я думаю, вы мне простите и поймете. Значит, с чего мы начинаем? Ну давайте рассмотрим System, да, то есть какие системы укропненно у нас входят и какие компоненты, такие укропненные, которые можно приравнять к системам, входят в нашу программу, в наш OBS Overlay. Значит, первое, что у нас очевидно есть, это WebClient. Давайте мы его пометим. Сейчас все делается в вебе, поэтому достаточно очевидно, что он появляется. Значит, второй момент. Нам нужно отметить, что у нас есть не только вот обычный WebClient, который служит для управления, но и клиент в OBS. Это нам понадобится для того, чтобы лучше понять, как проектировать нашу систему. Поэтому надо пометить, что у нас есть еще и OBS-овский WebClient, который может реализован быть иначе, чем обычный WebClient, потому что у него есть как минимум еще возможность управления OBS-кой. Эту функциональность мы, возможно, где-то будем использовать чуть позже, но пока мы просто зафиксируем, что у нас есть два таких крупных потребителя нашей системы. Это вебовская часть для управления и для отображения OBS-овская часть. Окей, понятно, что раз это веб-серверная архитектура, нам нужен еще такой большой красивый фирменный сервер. Давайте мы его вот так нарисуем. Понятно, что это сервер. И на самом деле в этой части ничего нового вы не придумаете. Ну, то есть это системная диаграмма, которая рассказывает очевидные вещи. В клиент-серверной архитектуре есть клиент, а есть сервер. Дальше нам нужно подумать о эндпоинтах или о точках подключения, которые в нашем системе будут. То есть у нас может быть как API, так и просто статический контент. Поэтому первое у нас, что обязательно нужно быть в системе, это архитепичная точка подключения. А если мы думаем уже о каком-то API, то возникает вопрос того, что у нас нужно еще стереотипизировать, еще одну точку подключения, которая у нас будет называться API, и через дробь мы укажем веб-сокеты. То есть это нужно для того, чтобы у нас уже появлялось более точное представление о том, что наша система будет предоставлять. Соответственно, к этому API имеют доступы все потребители, да, и к HTTP. Имеют доступы тоже все. Так, не так, вот так. Вот. Соответственно, да, то есть чтобы не, пока не загромождать диаграмму, давайте сделаем вот таким образом. Показываем, что веб-клиенты у нас имеют доступ к API и к HTTP. Значит, здесь сразу нужно понимать, что раз у нас есть доступ к API, возникает вопрос о доступе защищенном, закрытом, о авторизации, о ауентификации, о безопасности в целом. И здесь, в принципе, мы можем сразу для себя пометить, что у нас будет использоваться еще одна технология JWT. Да, то есть вот это, это стереотипизация на уровне систем. И, по сути, мы можем на уровне системного дизайна зафиксировать основные вещи, связанные с интерфейсами, API, протоколами взаимодействия систем. И если нам нужно показать, что где-то будет какая-то особенность, в данном случае будет использоваться токен для доступа к API, мы это можем сделать. Это в зависимости от размера системы можно делать и на диаграммах другого уровня, но так как у нас маленькая система, и нам нужно зафиксировать основные решения по системе. То есть вот здесь нужно понимать, что здесь нет прямо такого строгого, обязующего архитекторов ограничения, что вот там никакая стереотипизация, касающаяся протоколов, не должна быть на системном дизайне, такого нет. Мы можем использовать, если это разумно. Да, если мы не хотим или можем, не загромождая диаграмму, это показать. Окей. Значит, это мы отметили. Теперь нам нужно, раз у нас есть HTTP, понять, что у нас на стороне сервера будут уже какие-то контейнеры. Да, это уже пошла контейнерная часть. По идее, мы должны были взять сервер, укрупнить его и разрисовать. Но здесь это будет уместнее для нашего уровня, опять же, детализации, будет уместнее показать это здесь. Значит, у нас должен быть статический контент. Почему он должен быть? Ну, потому что у нас есть HTTP доступ, и понятно, что есть какая-то статика, которую мы должны отображать. Дальше мы выбираем технологию предоставления доступа по API. Обычно это REST, но в нашем случае это будет не REST, это будет RPC. Сделано это потому, что RPC во многом интереснее, и, в общем-то, для разнообразия в некотором смысле. То есть мы будем делать это не через HTTP REST интерфейс, а будем делать через WebSocket, RPC-шный запрос. Окей. Это то, что мы уже знаем, и то, что мы хотим сделать. То есть у нас должна быть ответственная вот за выдав удаленных процедур и за отдачу статического контента на сервере, у нас должна быть такая функциональность предоставлена. Опять же, хочу напомнить, что архитектура делается итеративно. То есть мы сейчас проходим, грубо говоря, первый срез, чтобы представить, как будет работать система. Потом она может дорабатываться, то есть шлифоваться и уточняться. Окей. Теперь мы должны еще одну сделать уточнение. Мы знаем, что у нас система будет реактивная. А реактивная, она значит, имеет одну очень такую характерную для реактивных систем особенность. То есть реактивность от интерактивности отличается тем, что реактивные системы, они связывают как бы все компоненты в едино. То есть изменение одного компонента влияет на изменение другого компонента автоматически. Это значит реактивность. Вот когда у нас мы нажали кнопочку в веб-клиенте, у нас появилась картиночка в EBS-клиенте. Это достигается за счет реактивности архитектуры. И раз у нас возникает такая важная деталь, да, это еще одна стереотипизация. Смотрите, здесь важный момент, что в круглых таких вовалах я отображаю, грубо говоря, теги, да, то есть то, что несет информацию уже связанную с требованиями к системам. А в квадратах я отображаю название контейнеров. Если уж совсем модели C4 брать, там есть еще правило, что вот эти названия должны находиться по центру, ниже должно быть описание. Но здесь это не принципиально, да. Я здесь, надеюсь, вы мне простите, опять же, это вольное отступление. Так вот, раз у нас возникает реактивность, у нас возникает еще один компонент. И этот компонент, как ни странно, шина. Потому что существует, по сути, не так много вариантов, как можно реактивно объединить между собой компоненты, так, чтобы изменение одного влияло на другое. И один из вариантов это шина, другой вариант это очередь. У меня сейчас будет целый архитектурный стрим про то, как очереди отличаются от шины. Но если коротко, у шины нет порядка и вообще истории сообщений, нет пачки сообщений. У шины есть только состояние, которое единовременно сообщается всем клиентам. Соответственно, раз это состояние либо есть, либо его нет, то никакой истории быть не может. У очереди, в отличие от шины, есть последовательность сообщений, порядок этих сообщений, расположенных в ней. Есть возможность извлечь сообщение и предоставить следующее в очереди сообщение. То есть, это такая более универсальная, скажем так, шина. В простейшем случае шины, если вы вспомните там шины данных в вашем компьютере, то шины данных бывают последовательные, бывают параллельные. То есть, и по сути это набор проводов, которые в определенный момент времени имеют определенное состояние. Потом оно теряется и у шины появляется новое состояние. И, в общем-то, истории никакой там нет. Поэтому в простейшем случае шина это просто способ уведомить всех клиентов о том, что у нас есть какое-то состояние. При этом клиенты должны сами понять, в какой момент им обратиться к шине. И сама по себе шина не разруливает вот этот момент, когда клиент обратится за тем, чтобы узнать ее состояние. Шина только их объединяет, а когда обращаться, решают клиенты сами. Поэтому у нас возникает еще одна такая интересная задачка в том, что нам нужно каким-то образом все это визуально в схеме показать. А как отобразить, что все клиенты и сервер должны быть синхронизированы и по событию, по изменению события, по получению события, менять свое состояние. И есть классический для этого паттер, папсап, подписка, публикация, который по сути отвечает на этот вопрос. И опять же, раз я делаю это в овале, то это стереотипизация. То есть это добавление семантической информации, а не архитектурной информации. И мы теперь должны все компоненты, которые участвуют в подписке, отписки вот так пометить. Таким образом, у нас возникает четкое понимание, что через механизм подписки мы объединяем все в единый цикл взаимодействия. То есть реактивность теперь заключается в том, что у нас вот здесь вот все крутится через механизм подписки и отписки, и все клиенты в этом цикле замкнуты. Если мы подключаем еще одного клиента, он подписывается на сообщение в шине, и они все вот так вот на эту шину нависают в параллельном режиме. И по архитектуре остается только один вопрос, будет ли у нас это одна шина или несколько. Ну то есть понятно, что шина в момент времени может хранить только информацию об одном сообщении, да, в нашем случае, раз это подписка, отписка, это будет сообщение. Соответственно, и чтобы в два сообщения хранить параллельно, у нас возможно организовать просто несколько шин обмена данными. Ну, например, если мы захотим сделать нашу архитектуру доступной публичным, нам нужно будет, чтобы клиенты, у каждого есть свой ЭБС, у каждого есть своя там публичная страничка, на которой он может быть или там не публичная страничка, приватная страничка, на которой он может давать команду, а его ЭБС будет работать. Соответственно, для каждой из них нужна своя шина обмена данными, для того, чтобы сообщения уходили только от тем получателям, которые в этом заинтересованы. И вот такая упрощенная диаграмма у нас получается, да, давайте, наверное, все-таки явно покажем, что шин может быть несколько, потому что это действительно в нашем случае так. Но, по сути, нам нужно в данном случае реализовать одну шину, а потом просто ее клонировать, копировать и так далее. Все, мы получили, по сути, упрощенное, высокоуровневое описание нашей архитектуры, нашего приложения. И вот для такого маленького приложения дальше копать смысла не имеет. Не имеет смысла уходить на уровень кода, показывать это все в классах. Здесь имеет смысл на данном этапе выбрать теперь непосредственно инструменты. И по имеющейся информации мы вполне можем это сделать. Значит, во-первых, для веб-клиентов у нас будет использоваться чистый JS, да, вот, PureJS, для того, чтобы делать вот как раз наш интерфейс управления. Раз у нас есть интерфейс управления, у нас здесь есть, очевидно, деление на представления и на компоненты. Вообще, есть классические MVC, MVVM модели, которые мы могли бы сюда притянуть, но на данном этапе я пока особо в этом смысла не вижу. Я хочу показать, что на самом деле архитектор не обязан все притягивать прямо к классическим паттернам. Мы можем взять теперь вьюшку. Вьюшка у нас будет выполняться через шаблоны. Шаблонизация будет простейшая сделана, опять же, на чистом JS. И второй момент, будут компоненты. И раз будут компоненты, то возникает вопрос, где будет храниться стейт. Как ни странно, они будут объединены с компонентами. На самом деле, не очень гибко, не очень удобно. И со временем развитие системы, скорее всего, приведет к тому, что мы придем либо к MVVM на архитектуре, потому что она, как бы, ну, никуда от нее не денешься, она появилась не просто так. Либо к MVC. Но сейчас это просто MVC архитектура, и она вполне себя будет оправдывать на этом проекте. Для того, чтобы не городить полностью сервер, мы возьмем готовый степ. Метархия занимается разработкой Тимур Шамсидинов. И там хорошо то, что у нас уже есть все, что касается статики, все, что касается удаленного вызова процедур, все, что касается организации подключения, у нас уже там все есть. И нам останется только сделать механизм подписки и механизм обмена сообщениями. Это простейшая шина, которая реализуется там буквально в 20 строчек кода. Нам нужно будет разработать к Метархии только вот эту вот часть. Более чем достаточно информации, и любой разработчик, любой архитектор, глядя на вот такое простое описание, понимает уже, как ему нужно все реализовывать. Дальше начинается уже работа с кодом, о которой мы поговорим в следующем видео. На этом все. Спасибо, что слушали. До свидания.